Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хыван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о некоторых важных аспектах посадки картофеля. Первое, о чем я хочу сегодня вам рассказать, это о сроках посадки картофеля. Многие, соблазнившись теплой погодой, в 2020 году, ранней весной, запланировали посадки картофеля в ранние сроки. Казалось бы, погода способствует днем тепло, ночью морозик, заморозочек даже. Не важно, что ночью холодно, днем температура воздуха составляет 15 и даже кое-где 17 градусов. И люди, конечно, вот так вот начинают соблазняться посадкой картофеля. Какие же существуют правила относительно сроков? Каких-то конкретных календарных сроков посадки картофеля не существует. Ориентироваться при выборе сроков посадки картофеля необходимо исключительно на температуру, и даже не воздуха, а температуру почвы на глубине посадки картофеля. Считается, что самая низкая температура, при которой можно высаживать картофель, это 7 градусов. 5 градусов будет уже способствовать значительному повреждению клубней, холодом, неблагоприятными такими условиями для выращивания картофеля. И он будет задерживать всходы на тяжелых почвах, особенно в условиях осадков, клубень может замываться, задыхаться. И в связи с тем, что ростки появляются над землей медленно, такой картофель будет отставать в развитии по отношению к тому, который был посажен в более поздние сроки. Именно поэтому я неоднократно говорил о том, что одним из наиболее важных инструментов садовода и огородника, в том числе картофелевода любителя, является градусник термометр. Я закопал вот сейчас в эти дни термометр на глубину посадки картофеля, даже немножечко мельче. И давайте посмотрим, какая сейчас температура на глубине посадки картофеля. Как видите, температура достигла только 5 градусов. И то еще так, ну не совсем до 5 градусов. Это означает, что с посадкой картофеля все-таки спешить не нужно. И уж поверьте, картофель, который будет высажен в более теплую землю, оптимально 10 градусов, он догонит и перегонит тот картофель, который был высажен в более холодных условиях. Надеюсь, что вы возьмете на вооружение этот способ определения срока в посадке картофеля. И таким образом не ошибетесь, когда же картофель правильно высадить. Если же все-таки, несмотря на вот такую рекомендацию, вы уже посадили картофель в холодную землю, в этом случае следует его немножко укрыть и желательно каким-то темным материалом. Это может быть торф, это может быть черный темный компост, это может быть какой-то нетканный материал вроде геотекстиля или черного спонбонда. Ну то есть что-то, что будет способствовать лучшему прогреванию почвы и сохранению накопленного за день тепла в течение холодной ночи. Потому что в такую погоду, как вот сейчас установилось, что днем солнце, а ночью заморозочек, холодно, в этот период как раз днем разогревается, ночью охлаждается, и нам надо сохранить тепло в течение ночи. Ну, конечно, этот прием можно использовать тогда, когда у вас небольшие объемы посадки картофеля, и реально его застелить вот таким вот материалом. Ну, а если вы поспешили на больших площадях с посадкой картофеля, ну что ж, остается только надеяться на то, что картофель не задохнется, не будет слишком ослабленным. Но это всегда риски, это всегда очень-очень ненадежно. Что ж, на этом я прощаюсь с вами, надеюсь, этот совет будет полезен вам, и вы не будете спешить, и не будете сажать картофель раньше времени. До новых встреч!